Итак, друзья, ну что, всем огромный привет, всем доброго времени суток, меня зовут Мишаня, мы сегодня по-прежнему продолжаем играть в GTA 5 на проекте CCD Planet и сегодняшней серии, друзья, я приобрету себе тачку мечты, наконец-таки я собрал себе бюджет, но, к сожалению, друзья, пришлось мне продать несколько своих автомобилей, то есть все абсолютно, которые у меня были в F3, ради одной тачки мечты, вот, правда, эта тачка, друзья, у меня была абсолютно накаплива, в каждом проекте в МТА, ну и в GTA 5, наконец-таки, друзья, она у меня тоже будет и она будет у меня именно на проекте GTA 5 CCD Planet, потому что только с GTA CCD Planet, с МТА, наверное, CCD Planet пошла вообще вот эта вот у меня традиция покупать GT Shelby 500 и, серьезно, я всегда покупал эту тачку и у меня всегда было желание ее покупать снова и снова на каждом сервере, короче, друзья, сегодня также у нас плюсом вообще ко всему вот этому, я сегодня зашел на сервер, ну и перед тем, как, ребята, зайти на сервер, я зашел паблик ВКонтакте, паблик, в общем-то, сервера, где я, в общем-то, увидел, что вышло новое обновление на проекте, к сожалению, я уже, ну, прочитал этот список, к сожалению, я ничего в сегодняшней серии из этого всего не приобрету, но я прочитаю списочек для тех, кто мало ли не знает, добавили возможность восстановления пароля, теперь имеется возможность изменить пол и также внешность, переработали физику автомобиля и также ограничили скорость, обновили дрифт-мод, а теперь скупщики ресурсов теперь находятся внутри интерьеров отдельных для каждого игрока, добавлена тюрьма, добавили, добавили станцию ТО в Палета Бэй, доход на работах такси и вообще на всех работах был значительно увеличен, также добавили новые радиостанции, опускать и поднимать якорь теперь может только владелец судна, машины в автосалонах теперь всегда чистые, примиряемые винилы и другие детали больше не остаются после выхода из тюнинга, и другие незначительные исправления, также, друзья, пофиксили наконец-таки вылеты, в принципе, да, я тоже это заметил, единственное, не пофиксили еще вот эту вот систему захода на CCD Planet, потому что здесь нужно заходить по несколько раз, по 5 раз, пока не зайдет, ребята, в общем-то вообще в саму игру, короче, не знаю, почему именно так с CCD Planet, но вот почему-то не с первого раза на этот проект можно зайти, Также, кстати, добавили тачки на сервер, добавили AMG S63, Mercedes, также добавили Merz SL65 AMG, BMW M2 Competition, добавили Ford Mustang, Mercedes-Benz S63, также добавили Vinyl на Nissan 350Z, на Subaru BRS тоже добавили, и добавили Porsche Cayenne Turbo 2018, и добавили тюнинг на Audi S8, Кстати, парни, я сейчас не просто так тогда, значит, заехал сегодня в аукцион, потому что, возможно, здесь уже продаются на аукционе тачечки, которые добавили со мной, поэтому сейчас мне было интересно посмотреть сначала BMW M2 Competition, аукцион, ребята, честно скажу, я вот буквально 5 минут назад сюда заходил, просто примерно посмотреть, как тут работает это все, ну, чтобы на ролике не затупить, и, короче, посмотрел здесь поиск, он максимально классный, поэтому давайте напишем BMW, BMW M2, вот так вот, и здесь можно так вот выбрать Competition, применить, и да, друзья, кстати, продают их, ну, за 5,2, но это не по нашему бюджету, и хотел посмотреть Cayenne Turbo, так, Cayenne, как он пишется у нас, Cayenne, вот, так, ага, это у нас, ребята, Turbo, либо, так, он у нас продается за 13,9, ладно, нам нужен Mustang, мы приехали сегодня за Shelby Mustang GT500, короче, тачки со мной продаются, но только BMW M2 Competition, ну, конечно, можно было бы еще другие машины посмотреть, но это не по нашему бюджету, короче, я посмотрел уже, ребята, здесь Shelby, также здесь нашел только 2, то есть есть за 3,1, а есть за 2,8, давайте мы сейчас, прямо сейчас выкупаем этот лот за 2,8, потому что его могут, ребята, просто-напросто выкупить, и тачку я просто, можно сказать, потеряю, а также хотел бы передать привет Витьку, это на желтом мустанге, есть один зритель, он мне изначально даже не говорил о том, что он просто меня смотрит, он просто мне решил дать прокатиться на шоу-барену, это я его попросил, а потом, когда мы уже съездили, продали мои тачки в БУ, он только потом сказал, а я тебя давненько уже смотрю, кстати, а че, почему это, че за красная точка, так, номер, Ария 232, кстати, зеркалка 2,3,2, 12 регион, достать, и он, друзья, красным, ааа, он в красном цвете, тут подписывается цвет, что ли, машины, ребята, что вы понимали, он сейчас находится в том самом, нет, ребят, слушайте, такого просто не бывает, короче, парни, на самом деле, я просто максимально сейчас удивлен, во-первых, к тому, что это шоу-барь, то есть это уже не Сузуки, на который я гонял, там, в 178 км в час она у меня буквально ехала, и я не мог, ребята, брать, в общем-то, заказы более крупные на работе курьера, потому что там сейчас появились заказы, где нужно проезжать, получается, ну, в целом 20 км, то есть 10 км туда и 10 км обратно, и я просто, ребята, не успевал и не мог на своем Сузуке, в общем-то, справляться, и у меня там оставалось буквально, ну, считанные секунды, секунд, наверное, 10-15, и вы сами понимаете, если бы я хотя бы один раз врезался хоть куда-нибудь, то я бы уже, ребята, провалил, так скажем, свое задание, и, ребята, не успел бы просто, ну, доставить заказ и, короче, потерял бы деньги, но сейчас я вот просто, у меня эмоции от чего? Это то, что я сейчас на новой тачке, на которой я могу нормально работать на работе курьера, и, ребята, с чего еще вообще, как бы я сейчас немножечко удивился, конечно, да, это уже как бы мои такие тараканы, это, в общем-то, уже мои интересы, но все равно хотел бы с вами поделиться. Короче, эпоха этого GT500 вообще, почему я называю эту тачку именно мечтой, именно вот у меня сколько выходило раньше роликов вообще на YouTube и на других каналах, я называл ролики «Купил себе мечту» или же «Купил тачку мечты», и, в общем-то, друзья, GT500 у нас вообще по традиции на канале «Мишаня Ченова» выходит серия «Купил тачку мечты», и в этой серии как бы здесь GT500, и когда я зашел в самый свой первый раз в МТА, и когда туда добавили, в общем-то, GT500, как только он появился на сервере CCD Planet в МТА, когда еще только-только эпоха как бы этого всего сервера как бы процветала, в общем-то, я купил себе GT-ху, записал про это видосик, отдельным видосиком поехал, покрасил его, поставил диски, все, и записал об этом ролик, и, в общем-то, сделал его как раз-таки в красном цвете с черными полосками. И, ребята, как вы можете сейчас понимать, я зашел на проект в GTA 5 CCD Planet, зашел на аукцион, просто приобрел себе шилварь, ну, просто вот рандомный, который только попался, при первой возможности его прикупил, и он у меня, ребята, выпал точно в таком же стиле, как я, в принципе, изначально строил, и вообще, вот, изначально он выпал таким, каким он, в принципе, начинался быть в моей истории, вот, всей, вот, вот такое вот, ребята, в общем-то, заключение. Кстати, ребята, я пока сейчас съехал, чтобы вы понимали, я за это время почему-то не смог посмотреть на максимальную скорость. Давайте, ребята, попробуем посмотреть вообще, сколько он едет, потому что самое главное для меня сейчас, это как раз-таки узнать цену ей, вообще, насколько она хороша. Ну, 260 км в час, ну, блин, ну, слушайте, это нормально. Ну, это, считай, в два раза, нет, не в два раза. Ну, на 100 км в час, ребята, больше точно, короче. Ну, у нас, не, на сколько, вот, если быть в точностях, на 98, так, 98, нет, на, не-не-не-не-не, на 88, короче, км в час она немножко быстрее, чем едет Сузуки, вот. Нихуя я сейчас себе математику в ГЭ, короче, раскрыл, просто чтобы сравнить какую-то Сузуки с Шилбарем, блин, вот, если честно, да, я вот удивлен. А что еще Сузуки может? Так, надо пристегнуться сначала. А здесь же изменили физику теперь тачек. Мне интересно, ребята, посмотреть, как это новый режим дрифт-мода сделан. На Шилбаре это можно делать, но физика, я, ребята, скажу, да, немножечко поменялась, и сейчас, когда я дергаю, о, ничего себе, это сейчас разогрелось типа резиной, и он начал типа боком ходить, что? Нет, а давайте попробуем вот так вот. Да, он сейчас как-то боком начал по-другому ходить. Физику прям изменили, это хотела сейчас проверить. Да, ребята, и вправду физика тут немножечко прям другая. То есть она, смотрите, прям, вот как это передать-то? То есть она вот сначала боком ходит, походит, ну, резина начинает греться, и он прям начинает прям хуерить прям боком сразу. Прям как по маслу начинает заносить его. Ну, какая-то вот такая тема, короче, с ним происходит, ладно. А что у нас по полному баку, мне интересно? Ну, конечно, у нас 50 литров, как бы, нам пока это не нужно. Так, ну, заправка, посмотрим. Стоимость заправки 416 рублей. А, так, стоимость литра 52. Ну, как, в принципе, как и обычно, как и на всех машинах. Как бы тут ничего как бы нового, ничего такого нету. И, кстати, ребята, смотрите, добавили здесь нам на сервер также тюрьму. Она теперь находится, в общем-то, здесь. Теперь здесь находятся все заключенные проекта. Конечно, я не знаю, как туда можно попасть. И за счет чего туда попадают... А, понял. Погоди. Чего? Ам. Понял. Чего тут открываются ворота в тюрьму? Это вообще законно? А, ну все, дальше, как бы, здесь, видимо, не пропускать. И слышите? Сигнализация сработала, да, ребят? Вот это да. Ну ладно, ничего, тюрьма тюрьмой, как бы. Ничего здесь такого, как бы, нету, да, я считаю. Поэтому давайте выйдем просто спокойненько обратно. А, тут, смотрите, вход закрыли вот здесь. Или это GTA 5 закрыла? Ну, сама. Что-то непонятно как-то. Ну, тюрьма, вот она здесь теперь, да. Тут нельзя, тут никаких меток нету. Нет, просто тюрьма, короче. В которую просто попадают. Ну, не знаю, зачем можно будет попасть. Я вроде как сбивал людей, меня вроде как за это не садили. Ну, не знаю, ребят. В общем-то, на этом все. Я хотел бы с вами попрощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Все, кто поставил лайк, то вы просто прям самые лучшие. Да и все, кто просто посмотрели видосик, подписались на канал. Я вас тоже очень люблю. Вообще, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Ну, а с вами был я, Мишаня, CCD-Planet GTA 5. Всем до новых видосов, всем удачи и всем пока, друзья.